Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Владимир Зеленский решился на попытку контрнаступления только для того, чтобы, цитата, «выслужиться перед Западом». Такое заявление накануне сделал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. Он отметил, что создать имидж сильной Украины у ее лидера не получилось, но в конфликт оказались втянуты многие государства. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ранее предполагал, что украинцев ждет та же участь, что и афганский народ. После их нахождения в любой стране насилие остается. И никто не хочет, и никто не славит американский режим. Это самый мерзкий режим, который был когда-либо с 45-го года. А не визительное унижение. Любой президент должен был сам отказаться от визита, отсрочить. В таком положении страна, она выходит с позором из самой последней военной авантюры в Азии. Стихийные бедствия обрушились, а он ползет туда. Вот Зеленский есть. Кому ты нужен, Зеленский? Ну там мешаешься под ногами. Это неприлично. Неприлично. Нужно было отложить визит. Но он не может, на Украине ему делать нечего. Он там давно уже не президент. Давно же это уже такая полуколония Америки. Но хороший пример. Если афганцы цеплялись за шасси, пытаясь улететь из Афганистана, где мне хотелось оставаться с тем режимом, который привели американцы. И гони их человек, и талибов их человек. Это все один и тот же режим. А украинцы также будут бежать. Украинцы в сухопутной дороге открыты. Они могут и в Польшу бежать, и в Германию, и в Чехию, в Венгрию, куда угодно. Но придется бежать. Сегодня это пример всем. Будете лакействовать перед американцами, будете унижаться перед ними, будете просить кредиты. Потом они обязательно бросят вас, как бросили Ливию. И президент Ливии был замордован и уничтожен на улицах Триполи. Как Хосни Мубарек, который 20 лет был тоже слугой американцев. Везде. Везде. Даже Саддам Хусейн шел навстречу американцам, а они его повесили. То есть нигде никакой демократии, никакого свободолюбия. ЛДПР начала большое предвыборное турне по России. Накануне делегация во главе с председателем партии Леонидом Слуцким прибыла в Краснодар. Первым делом политик с командой приехали в Кубанский государственный университет. Ректор Михаил Остапов провел для гостей экскурсию по вузу, после чего состоялась встреча со студентами и педагогическим составом. Говорили о многом, но начали с самой животрепещущей темы – геополитической ситуации в мире. Тайвань – неотъемлемая часть Китая. Сейчас не время Чанкайши, а Тайвань. Немножко уже сегодня другой остров, другая ситуация. Когда туда приезжает Нэнси Пелоси и представители американского эстеблишмента и пытаются как-то руководить, пытаясь оторвать Тайбэя от Пекина, это все действия, направленные против государственного суверенитета Китая, которые подвергаются сейчас разного рода санкциям и давлениям, примерно так же, как и Россия. Мы их тесно взаимодействуем. Когда они отталкивают от себя Китай, да и не только Китай, они толкают их в наши объятия. У нас развиваются прекрасные интеграционные проекты, экономический поиск шелкового пути. Набирают обороты Шанхайская организация сотрудничества, где Россия с Китаем два главных, наверное, центра тяжести в этой структуре. Скоро будет создана ее парламентская ассамблея. Сами с участием нашего президента 16-17 сентября пройдет в Самарканде. Россия не стремится к лидерству за счет того, что наши стратегические друзья в Вашингтоне ведут себя подобным образом. США единственная держава, которая на законодательном уровне позволяет себе вмешиваться в конституционный строй других стран. Давайте посмотрим, что было в бывшей Югославии, когда бомбили Белград, что было в Ираке в 2003 году. И, по сути дела, тогда США предопределились, провоцировали создание ИГИЛ, одной из главных сегодня террористических блоков на планете, исламское государство Ирака и Леванта. Именно тогда, в 2003 году, вытесненные из Багдада, суннитские генералы, баасисты, создали и до сих пор составляют костяк ИГИЛ. Дальше Каддафи, дальше Сирия. В Сирии мы, мы Россия. Не дали сделать того же самого. А если бы мы не вошли в Сирию, то эти ребята получили бы исламский халифат. И террористическая угроза, безусловно, достигла бы и нашей территории. Поэтому мы и себя защищали, в том числе. И можно вспомнить и Аль-Каиду. Это режим Буша-старшего, через поддержку маджахедов в Афганистане, по сути предопределил создание Аль-Каиды. 11 сентября 2001 года. Это бумеранг за эти неразумные действия. Поэтому, что я могу сказать? Я не антиамериканист. Я большой панатлантист. Там есть масса мыслящих, здравых людей. В университетах, фондах, ученые. Да просто обычные люди. Традиционалистская Америка, религиозная, консервативная, вот та самая одноэтажная Америка, она за сотрудничество с нами. Но истеблишмент в Вашингтоне делает совершенно выверхнутые какие-то действия и вредит себе. Мы видели, что эта колыбель демократии получила, и какие жуткие события происходили в период президентских выборов. Поэтому экспорт такой демократии не только нам, но и никому на планете не нужен. Им надо задуматься о том, что происходит внутри страны, и о национальной экономике, о многом другом. В политике надо сравнивать себя как в спорте, с самими собой некоторое время назад. Давайте посмотрим, как у них падает ВВП. Давайте посмотрим на беспрецедентно низкую поддержку населением президента. Я не злорадствую, но экспорт демократии из США – это уже рудимент, атовизм старой эпохи. И все меньше народов в мире выступает за то, чтобы этот экспорт демократии принимать у себя. Приезд в делегацию ЛДПР совпал с Днем Знаний. Председатель партии Леонид Слуцкий уделил теме образования особое внимание. В кубанских школах, например, остро стоит вопрос третьих смен. Это связано с нехваткой образовательных учреждений. Также политик отметил и другие не менее важные проблемы. Помимо Дня Знаний, интересно то, что именно 1 сентября бесконечно далекого 862 года на реке Волхов собрались русские князья и, по сути дела, создали первое русское государство. Эта дата малоизвестна – 1 сентября 862 года. Поэтому мы лишний раз об этом вспомним. Кстати, партия ЛДПР выступила с инициативой создать в сентябре, но только в конце сентября, день исторического просвещения молодежи. Тот, кто хорошо знает свою историю, тот сумеет правильно выстроить и будущее. Что касается ситуации с образованием на Кубани, остро стоит в основном в школах вопрос третьих смен. Мы это тоже держим под контролем. Думаю, что вопрос решаемый. Недавно у нас председатель Совета права человека при президенте Валерий Фадеев выступил с инициативой не брать в школы тех, кто не говорит по-русски. Конечно, кажется, прогрессивная инициатива, но те, кто не говорят по-русски, не будут приняты в школы, а куда они пойдут? В детскую преступность, а дальше во взрослую. На самом деле, тут серьезная проблема. Русскому языку надо учить тех, кто на нем не говорит, но хочет выучить. А что касается третьей смены, надо больше строить. И Кубанский, конечно, Краснодарский край и вообще Кубанский образовательный комплекс отличаются тем, что очень много строится и в школах, и в вузах. И фракция МДПР всегда последовательно выступала и выступает за то, что мы должны поддерживать всячески науковое образование. Науковое образование на площадке Государственной Думы курирует заместитель председателя Государственной Думы, представляющий партию ЛДПР Борис Александрович Чернышев. После ряда рабочих мероприятий и встреч с избирателями в столице Кубани делегацию ждет Северная Осетия, Пензенская область и Южно-Сахалинск. Другим новостям на Дальнем Востоке готовятся к проведению Восточного экономического форума. Он стартует 5 сентября во Владивостоке. Туда приедут делегации с более чем 60 стран, официальные лица, инвесторы и предприниматели, заинтересованные в развитии Дальнего Востока. Ожидается, что мероприятия посетят представители Японии и Южной Кореи. В форуме традиционно примет участие соседний регион, Хабаровский край. По этому случаю на набережной Дальневосточного федерального университета завершено строительство павильона. С этого года он стал стационарным. Зато стационарный. Мы каждый год делали из фанеры. И не только мы, все регионы, эти павильоны потом все это разбирали. Ерунда полная. Поэтому мы, конечно, его сделали. Но он лет от 5 до 10, в зависимости от погодных условий. Посмотрим. Мы никогда не строили на юге и на море объектов, надо сказать. Я так оцениваю, 7,5 точно простоит. Это А. лицо, Б. экономия и С. престиж. Поэтому он один из лучших. Я уверен, что его оценят все посетители ВЭФа, студенты, гости. Рассказываем о нашем технологическом лидерстве. Так скажем, пиарим край. А пиара, как надо понимать, много не бывает. Поэтому пиара будет больше Хабаровского края. Везде. На федеральных каналах, на форумах. На следующий год мы на питерском форуме поставим павильон. Обязательно это сделаем. Он будет самым оригинальным, я вас уверяю. Почему поставим? Почему раньше не ставили? Вот идеология. Не ставили, потому что у нас же свой ВЭФ. Мы же дальневосточники. А толк-то какой? Надо туда привезти инвестора к нам. А где инвесторы вводятся? В Петербурге. На петербургском форуме. Поэтому их там надо агитировать. Приехать на ВЭФ. Все рассказывать, презентовать. Завоевывать их внимание, время. Чтобы, извините меня, крупный бизнесмен вынул да положил 5-7 дней. Это надо постараться, чтобы он прилетел к нам сюда. А вот на ВЭФ уже подписываемся. Поэтому мы полностью меняем стратегию работы с инвесторами. И презентации края. И к этому часу у меня все новости. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok